здравствуйте мы с вами продолжаем изучать такую важную тему как объект я уже приготовила вам табличку которую мы заполнили в прошлый раз и в которой видно в каких случаях какое мы окончание у объекта ставим сегодня мы разберем более сложные случаи где могут пересекаться сразу несколько правил и вам нужно выбирать какое же правило главенствует какой же в итоге окончания поставить давайте начнем самых простых предложений например лиза покупает молоко лиза мы будем писать финский вариант да то есть лиса покупает оста молоко какой мы поставим падеж молоко это у нас вещество айна сана и значит партитив маи тоа лиса оста маи тоа давайте скажем лиза покупает кофе лиса оста кофе это тоже айна сана значит кофе лиса оста кофе лиса покупает масло сыр и колбасу лису и так лиса оста и так и так и так или так и тоа и fuck А теперь нам нужно сказать, Лиза покупает пакет молока. Пакет у нас будет пурки. И слово пурки, пакет, оно уже не попадает под айна сана, это просто пакет. И также оно не попадает под неисчисляемое, потому что это пакет, определенное количество. А значит, по умолчанию мы ставим букву Н, пуркин. И не забываем про чередование. Буква Н у нас всегда закрывает слог. Пуркин. А вот молоко у нас останется без изменений. Майтуа. Потому что это айна сана. Лиза, Оста, Пуркин, Майтуа. Еще раз. Если Лиза просто покупает молоко, как в первом примере, Лиза, Оста, Майтуа. Но если определенное количество, то есть пакет, то Лиза, Оста, Пуркин, Майтуа. Следующий пример. Она выпивает чашку кофе. Она выпивает или пьет чашку кофе. Кофе это, конечно, опять айна сана. Кахвия. Но чашка, так же как пакет, это определенное количество. Поэтому мы ставим чашку в акузатив. Купин. Хэмйо купин, Кахвия. Дальше. Я пью бокал вина. Мина. Йон. Бокал. Это будет как стакан или как стекло. Ласи. Но я пью весь бокал, поэтому ласин. Ласин. Виния. Ласи это тоже определенное количество. Вино остается в партии тебе, потому что вино это айна сана. Мина. Я пью бутылку пива. Мина. Йон. Бутылку. Бутылка будет пулло. Но если я пью бутылку, то опять пуллон. Всю бутылку, определенное количество. Пиво. Олута. Пиво у нас опять айна сана, вещество, поэтому она остается в партии тебе. Мина. Йон. Пуллон. Олута. Но если у нас появляется числительное, например, Лиза покупает три бутылки вина. Лиза. Оста. С числительными. Открываем нашу табличку. У нас партитив. Числительное это лукусана. И значит уже будет не пуллон, а пулло. Колме пулло. И вина. Виня. Лиза оста колме пулло. Виня. Лиза покупает два пакета молока. Лиза. Оста. Два пакета молока. Какси. Это опять числительное. Значит, пакет уже пойдет в партитив. Пуркия. Майтуа. Лиза оста какси пуркия майтуа. Лиза не покупает вино и пиво. Лиза. Эй оста. Эй оста. Это отрицание. Поэтому значит все, что она не покупает, пойдет в партитив. Лиза. Эй оста. Виня. И пиво. Как это правильно сказать по-фински? В отрицании мы не используем союз я. Мы говорим эйка. Олта. Если у нас отрицание, то мы не говорим и. То есть я по-фински. Мы говорим эйка. Эйка оста. Олта. Лиза. Эй оста. Виня. Эйка. Олта. Давайте рассмотрим следующий блок. Лиза читает книгу. Лиза. Глагол читать будет Лукиа. Лиза Лукиа. И здесь, если нам важно подчеркнуть процесс, что она сейчас, прямо сейчас читает книгу, то это будет Лиза Луки Кирья. У нас в таблице есть такой пункт, как процесс. Процесс. Процесси Кескин. Посреди процесса, вот она читает, книга еще на середине, не прочитана до конца, значит книга у нас в партитиве. Лиза Луки Кирья. Но если мы хотим сказать, что она прочитала уже книгу, используем глагол в прошедшем времени. Лиза Луки. Луки. Она уже прочитала, значит прочитала она всю книгу. Тогда у нас будет акузатив. Кирьян. Лиза Луки Кирьян. Таким образом, если нам важно подчеркнуть процесс, что сейчас, прямо сейчас мы это делаем, то объект пойдет в партитив. Если нам важно подчеркнуть результат, что книга уже прочитана, целая книга, то мы ставим акузатив. Лиза хочет прочитать эту книгу. Давайте подумаем, что мы здесь поставим. Лиза. Халуа. Лукиа. В какой поддерж пойдет книга? Когда мы хотим что-то сделать. Мы думаем, что мы всю книгу прочитаем, или что мы весь дом построим. Или мы думаем о части. Наверное, все-таки весь. А если объект целиком охвачен действием, то мы его ставим в акузатив с буквой Н. Значит, Лиза. Халуа. Лукиа. Кирьян. Никто не хочет прочитать 3 странички или 5 страничек в книге. Обычно хотят прочитать книгу от корки до корки. Следующий пример. Мужчина хочет построить дом. Мес. Хочет. Халуа. Построить. Ракента. Дом. Когда кто-то хочет что-то сделать. Мы с вами только что говорили. Обычно мы хотим это сделать целиком. Значит, получится талон. Он не хочет бросить посередине строительства. Мес. Халуа. Ракента. Талон. А если мужчина строит дом прямо сейчас? Мес. Ракента. И здесь уже дом пойдет в партитив. Потому что это процесс. Талуа. Чтобы это подчеркнуть, давайте напишем. Юры нют. Вот прямо сейчас он строит дом. Мес. Ракента. Талуа. Юры нют. А как будет мужчина построил дом? Мес. Прошедшее время глагола Ракента. Это Ракенси. Построил он весь дом. Дом уже готов. Значит, талон. Мес Ракенси. Талон. Я напишу завтра письмо. Мина. Напишу. Кирьёйтан. Завтра. Комэн. Какой поддерж мы ставим письмо? Письмо. Письмо будет. Кирьё. Конечно, когда мы думаем о том, что мы напишем письмо, мы думаем о целом письме. Значит, кирьёйн. Не забываем о том, что у нас все слова на э. Сначала э удваивается, а потом уже мы добавляем окончание. Мина. Кирьёйтан. Кирьёйн. Кирьёйн. А представьте теперь такую ситуацию. Вы звоните подруге. Спрашиваете, что ты делаешь? Она вам отвечает. Пишу письмо. То есть, пишу письмо прямо сейчас. Да? Спросите, что ты делаешь? Пишу письмо. Кирьёйтан. И это уже процесс. Значит, нам нужен партитив. Кирьёйтан. 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 Я написал письмо и несу его на почту. Или я написала письмо и несу его на почту. Мина. Кирьёйтан. Раз написала, значит, все письмо. Кирьёйтан. И несу его на почту. Я. Виен. Да, на прошлом уроке я там наошибалась с глаголами, потому что делала его уже в 2 часа ночи. Виеда. Это всегда нести, относить, отводить, отвозить. Тода. Это наоборот приносить, привозить. То есть, там, конечно, везде нужно было использовать виеда. А я использовала туода. Но, повторюсь, было уже 2 часа ночи, я уже плохо соображала. Итак. Мина Кирьёйтан. Кирьёйтан. Я. Виен. Сэн. Его. Потому что мы несем все письмо. Правильно? И на почту. Постын. Но здесь, если вдруг вы хотите подчеркнуть, что вот вы прямо сейчас его несете, вы вот идете на почту, и в это время кто-то вас встретил, то тогда можно сказать Виен. Сито. Давайте я вам прямо в скобочках напишу, что такой вариант возможен. Если вы хотите подчеркнуть, что вы прямо сейчас идете и несете его в процессе. Я. Виен. Сэн. Постын. Тай. Виен. Сито. Постын. Я не хочу писать письмо. Что вы здесь скажете? Мина. Эн. Халуа. Писать. Кирьёйта. С одной стороны, мы не хотим писать все письмо. И может быть, вам, вас потянет поставить акузатив. Но главное здесь отрицание. В отрицании мы всегда используем партитив для объекта. Значит. Мина. Эн. Халуа. Кирьёйта. Кирьетта. И никаких других вариантов. В отрицании всегда партитив. Мина. Эн. Халуа. Кирьёйта. Кирьетта. Давайте рассмотрим следующий блок. Очень часто мы сами решаем, какой падеж ставить. И этим подчёркиваем, что мы хотим сказать. Например. Я покупаю машину. Или я куплю машину. Как вы скажете. Покупаю машину я целиком. Нам не нужна машина по частям. Мы это подчёркиваем аккуративным окончанием буквы N. Мина. Остан. Аутон. Нам важен результат. Мы должны купить машину. Но иногда вы хотите своим высказыванием подчеркнуть, что вы очень долго уже покупаете машину. Что вы её выбираете, никак не можете выбрать. И вот это вы показываете партитивным окончанием. То есть можно сказать. Мина. Остан. Аутон. Это будет означать, что вы её покупаете. И вот сейчас находитесь в процессе покупки. Мина. Остан. Аутон. Давайте я буду разделять по десятке, чтобы вам было потом легче ориентироваться. А если, например, вы хотите сказать Мы покупаем квартиру. Или мы купим квартиру. Мы остам мы. Квартиру мы тоже хотим купить всю. Азон. Но если мы в процессе покупки и ходим, выбираем, и это уже полгода длится, и мы никак не можем выбрать и купить уже, наконец, то мы также можем поставить квартиру в партитив. Видите, мы сами выбираем поддержку. Мы можем поставить акузатив, мы можем поставить партитив. Акузатива мы подчеркиваем результат. Для нас важен результат покупка машины или покупка квартиры. А можем подчеркнуть процесс, что мы сейчас находимся в покупке. Мы выбираем, никак не можем выбрать. Тогда нам нужен партитив. То же самое. Я ем яблоко. Если вы хотите сказать, что каждое утро, например, вы съедаете по яблоку по целому, то это мы скажем как Я съедаю по яблоку. Например, каждое утро. Йока аму. Но если вы хотите сказать, что вы сейчас едите яблоко, то это будет «мина сён омена». Вы подчеркиваете, что вы в процессе поедания яблоки. Съели его еще не целиком. «Мина сён омена». Напоминаю, что «partitive» от слова «partio» латинского, которое означает «часть». То есть это частичный подерж. И вот эта частичность как раз подчеркивается окончанием. «Я читаю книгу сейчас». «Мина луэн кирья нют». Мы подчеркиваем, что мы сейчас читаем книгу, мы в процессе чтения. Мы сколько-то страниц могли прочитать? Две, три, пять, десять. Это все будет «мина луэн кирья нют». Если вы хотите сказать, что вы целиком читаете книгу от корки до корки, всю, то это будет «мина луэн кирьян». «Мина луэн кирьян». «Мина луэн кирьян». Можно кроме книги еще читать, например, письмо, тоже целиком. «Кирьян». Или еще можно читать статью. «Артыкерин». Статью мы тоже, как правило, читаем целиком. «Мина луэн кирьян». «Мина луэн кирьян». «Кирьян артыкевин». Все это у нас прочитано целиком, поэтому акузативное окончание, буква «н» в конце слова. «Я мою волосы». «Мина песен тука». Если мы ставим «партитив», это означает, что вот я сейчас в процессе мытья волос. У меня может быть голова намылена, еще что-то я не могу говорить по телефону, например, «я мою волосы». «Мина песен тука». Если вы хотите сказать, что вам нужно помыть волосы, вымыть волосы, и важен результат, чистая голова, то тогда это будет «мина песен тука». Чередование две «ко» на одну «ко». «Мина песен тука». Этим выражением вы подчеркиваете, что вы моете целиком волосы. Вам важен результат, чистая голова. Далее. Когда пересекаются два правила, когда вам нужно выбирать. Например, мне нужно прочитать эту книгу. «Минон пита». Давайте вернемся к нашей табличке. Если выражение «мина песен тука», то есть «конструкция долженствования», то нам нужно ставить нулевое окончание. «Минон пита». Мне нужно прочитать эту книгу. «Лукио», «дама кирья». Видите, все по правилам. Мне нужно прочитать эту книгу. «Конструкция долженствования», «мина песен тука», значит, мы ставим «дама кирья» с нулевым окончанием. Но если вам нужно купить кофе и соль, что вы будете делать? «Минон пита», «оста». С одной стороны такая же конструкция. «Минон пита». Но с другой стороны кофе и соль – это «айна сана». Как правило, если мы выбираем между партитивом и не партитивом, то партитив пересиливает. Так принято. Партитив сильнее. Значит, «минон пита», «оста», «кахве», «я», «суола». То есть то, что это «айна сана», неисчисляемое. Сложно посчитать, сколько именно кофе вы купили, сколько соли вы купили. Значит, мы используем партитив. Далее. Возьми эту книгу. Следующее правило – это повелительное наклонение. Возьми «ота» эту книгу «тама кирья». Не буду снова возвращаться к таблице. Я надеюсь, вы помните, что приказ – это тоже нулевое окончание. «Ота» «тама кирья». Возьми эту книгу. А как сказать «выпей кофе»? «Йо». И «кофе» – это опять «айна сана». И снова это правило пересиливает то, что нам в повелительном наклонении требуется нулевое окончание. То есть мы говорим «йо кахве». «Йо кахве». Ну, раз это повелительное уклонение, лучше восклицательный знак поставить. И здесь, кстати, тоже. Теперь давайте спросим. Ты видишь меня? Помните, какое окончание мы используем с глаголами? Мы используем акузатив, и если это местоимение, то у них есть особая форма акузативная. «Минут». «Наэтко сина минут». «Видишь ли ты меня?» Теперь спросите. «Ты видишь то высокое здание?» «Наэтко сина?» «То высокое здание?» «Тун». «Высокое». «Коркян». «Издание». «Ракеннуксен». То есть вообще «То коркя ракеннус». Но нам нужен акузатив. Поэтому получилось «Наэтко сина туон коркян ракеннуксен». Все по правилам. А теперь давайте спросим, точнее скажем. Если ты посмотришь туда, в том направлении, то ты увидишь море. Попробуйте сказать. «Лёс сина катсот». В том направлении это будет «Тоонне пяйн». «Тоонне пяйн». Почему?» Представьте себе, вы где-то едете на автобусе, на машине, прогуливаетесь, и вот у вас перед вашими глазами открывается море. Можете вы взглядом охватить все море? Я думаю, что нет. Если вы не на космическом корабле и не смотрите из космоса, значит все море взглядом вам не охватить. А значит мы используем партитив, частичный падеж. Вы только часть моря видите, ту, которую охватывает ваш взгляд. Надеюсь, я понятно объяснила. Следующее. «Мне нужна ручка». Мне нужна вся ручка. Правильно? Значит, кюнан. Аккузатив с буквой Н. «Мина тарвицен кюнан». «Мне нужен словарь». То же самое. «Мина тарвицен санакирян». «Мина тарвицен санакирян». А теперь попробуйте сказать «Мне нужно молоко, сыр и, конечно, вкусный финский хлеб». Это знаменитая фраза из видео «Кулласта хювалта». «Мне нужно молоко». «Мина тарвицен». «Молоко» это «Айна сана». И это правило пересиливает. «Мина тарвицен маи тоа». «Сыр юстуа». «И, конечно, вкусный финский хлеб». Слово «вкусный» это тоже «хюва». Если речь идет о еде, то «хюва» мы переводим как «вкусный», не как «хороший». «Хюва» финский. «Сломалаиста» и «хлеб». «Лейпэ». «Мина тарвицен маи тоа юстуа». «Я тетушьте». «Хюва сломалаиста лейпэ». Все в партитиве, потому что везде «Айна сана». Следующий блок. Сейчас я, пожалуй, все-таки вернусь к таблице. Вспоминаем с нулевым окончанием «аккузатив» пункт 4. Выражение «он хауска», «он вайка», «он мукова». То есть весело или приятно, сложно что-то делать. Что в этих случаях? «Аккузатив с нулевым окончанием». Это по основному правилу. Давайте переведем. «У меня было время сделать ремонт». «У меня минуло...» «Было время». «Оли айка». Вот это «он айка», поэтому он попадает в эту же группу. «Сделать ремонт». «Тэгда ремонты». Нулевое окончание. «Минула оли айка, тэгда ремонты». «По-моему, было приятно делать ремонт». «По-моему, будет минус 100». «Было приятно». «Оли хауска». «Делать ремонт». «Тэгда ремонты». «Он айка», «Оли хауска». Это все требует нулевого окончания. Если безличное предложение, просто «приятно получить письмо». «Субъекта нет». Мы говорим просто «он хауска». «Получить письмо». «Сада кирье». Все равно нулевое окончание, потому что конструкция «он хауска». «Он хауска сада кирье». «Возможно ли встретить господина Виртанена?» У нас опять безличное. «Оли сико махдоллиста». «Возможно ли?» «Оли сико махдоллиста». «Встретить». «Тавата». И господин Виртанен, так как у нас по-прежнему конструкция «он махдоллиста», идет в номинатив. Точнее, в аккузатив с нулевым окончанием. «Херра Виртанен». «Оли сико махдоллиста. Тавата. Херра Виртанен». Но если партитивный глагол, то это правило снова выйдет на первое место. Например, возьмем партитивный глагол «одотта». «Приятно ждать подарка». «Он мукова ждать. Одотта». И подарки идут в партитив. Только потому, что у нас партитивный глагол «одотта». Ну, давайте один подарок возьмем. «Лах я». «Он мукова одотта. Лах я». Партитив, как правило, пересиливает другие правила. «Мне нужно купить эту книгу». «Минон таюты. Оста. Эту книгу». Конструкция «Минон таюты» у нас требует нулевого окончания. Значит, «тама кирья». «Минон таюты. Оста. Тама кирья». Но, если у нас будет партитивный глагол, например, «посмотреть», «кацуа». «Мне нужно посмотреть эту книгу», то тогда книга пойдет в партитив. «Минон таюты. Кацуа. Тата кирья». «Ему нужно преследовать грабителя». «Преследовать» – это «сеурата». Это тоже партитивный глагол. Мы грабителя ставим в партитив, потому что «сеурата» – партитивный глагол. И уже не смотрим на то, что у нас конструкция «ханентаюты». «Ханентаюты. Сеурата. Рёстая». Ещё у нас были выражения для тех, кто смотрел мой плейлист «Финский язык автоматизма» с нуля до уровня B1 со словом «скучать». «Минула он. И кого?» Тот, по кому мы скучаем, тоже пойдёт в партитив. Давайте напишем пару примеров с этим правилом. Например, «ребёнок скучает по маме». То есть мы говорим «у ребёнка как бы скука или тоска по маме». «Лапселла он. И кого?» И мама пойдёт в партитив. «Айтия». «Лапселла он. И кого? Айтия». «Я скучаю по тебе?» «Минула он. И кого? По тебе? Синова». «Минула он. И кого? Синова». Ну и, наконец, высший пилотаж. Самые сложные примеры. Их, на самом деле, не обязательно сразу все запоминать или учить. Это действительно для тех, кто уже довольно продвинулся в финском языке. Например, «Я понял текст хорошо». Как правило, мы понимаем весь текст, да? А значит, у нас будет «юмерсин текстин». И хорошо «хювин». «Умерсин текстин хювин». То есть, я понял весь текст. Но при этом «Я понял его или её хорошо». Это будет «юмерсин хэнта». Так, давайте я перекину, чтобы у нас на одной страничке было. «Умерсин хэнта». То есть, мы не можем человека понять целиком, полностью. Кроме того, здесь глагол «юмерта» это уже как бы глагол «чувство». То есть, понимаем текст мы мозгом, но понимаем человека мы душой. И вот именно это подчеркивается партитивом. «Умерсин хэнта». «Хювин». Дальше. Писатель написал книгу за два года. Писатель Кирьялья написал Кирьёйты. Раз он написал, раз книга уже готова, значит Кирьян. «За два года» мы говорим с окончанием «са». Но если мы хотим сказать, что писатель писал книгу два года, вот процесс у него длился два года, то книга пойдёт в партитив. «Кирьялья». «Кирьёйты». И здесь уже будет. «Кирья, два года, как си, вот-то». «Кирьялья», «Кирьёйты», «Кирья, как си, вот-то». В первом случае мы подчеркиваем, что книга уже написана и писалась она за два года, да, она написана. Во втором случае мы подчеркиваем, что процесс длился два года. Поэтому книга пошла во втором случае в партитив. Ну, если в настоящем времени писатель пишет книгу, это уже просто. «Кирьялья» пишет. «Кирьёйты». Понятно, что это процесс и что мы снова ставим партитив. «Кирья». Ну, например, надо сказать «нет». Сейчас. «Кирьялья», «Кирьёйта», «Кирья, нют». Сейчас пишет. Подчеркиваем процесс, книга идет в партитив. Далее. Как спросить, когда вы пьете кофе? Если это обычный вопрос, то это будет «Миллойн», «Те», «Ёоте», «Кирьёйта», 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 «Кирьёйта». Это мы как раз обсуждали с «Арто», когда были в Лиексе недавно. Если мы точно знаем, что мы пьем одну кружку кофе, например, каждый перерыв, да, у нас есть кофе-брейк, там мы пьем одну кружку или две кружки, точное количество, мы его знаем. То тогда этот вопрос будет звучать «Миллойн», «Те», «Ёоте», «Ках», «Вин». Мы точно знаем, что одну кружку, или точно знаем, что две кружки. Мы подчеркиваем это буквой «Н» на конце, аккузативным окончанием. «Миллойн», «Те», «Ёоте», «Ках», «Вин». Далее. Самое сложное и самое последнее. «Я вчера ходил в школу». Используем глагол «Кяуда». «Я вчера ходил в школу». «Мина Кавин». «Школу» мы с каким окончанием поставим? «Са», потому что глагол «Кяуда» требует «Са». «Мина Кавин», «Колуса», «Эйлен». Но, если вы хотите сказать, что в Финляндии дети ходят в школу 9 лет. «Суомесса», «Лапсет», «Кяуват». И вот здесь мы ставим «Партитив». Устойчивое выражение «Кяуда», «Коулуа». Потому что подчеркивается регулярность, подчеркивается процесс. «Кяуват», «Коулуа», «Ювдексан», «Воотта». «Суомесса», «Лапсет», «Кяуват», «Коулуа», «Ювдексан», «Воотта». Здесь мы просто ходили в школу, а глагол «Кяуда» у нас всегда требуется «Са». А здесь мы говорим о процессе, о том, что дети ходят в школу 9 лет. 9 лет длится этот процесс. Поэтому «Кяуват», «Коулуа». Но это еще не все. Попробуйте перевести. «Я ходила на курсы итальянского языка прошлой осенью», используя все тот же глагол «Кяуда». Курсы итальянского языка – это «Итальян». И курсы у нас пойдут с акузативным окончанием, потому что все это уже было прошлой осенью. «Вимя Сюксюна». Все это уже закончилось. Курс я отходил полностью, прослушал целиком. И это у нас подчеркивается акузативом. «Кейли Курсин». «Вимя Сюксюна». Итак, три варианта. «Мина Кявин Коулуса Эйлен». Здесь у нас подчеркивается просто, что мы ходили вчера в школу. А глагол «Кяуда» требует окончания «сса». «Но» «Суомэсса лапсет Кяуват Коулуа Юдексан Вотта». «Дети ходят в школу в Финляндии 9 лет». Я ходил на курс итальянского прошлой осенью. Я его весь прослушал. Курс уже закончился. Значит, мы ставим акузатив с буквой «Н» на конце. Вот на этой оптимистичной ноте я, пожалуй, закончу вторую часть урока про объект. Вас ждет еще третья часть, где будет очень много практики. Там мы уже будем просто выбирать, какой поддерж ставить. Если вы досмотрели до конца этот урок, то вы наполнены знаниями про объект настолько, что чуть ли не выливается через край. Если вдруг у вас появилось непреодолимое желание меня благодарить, то вы можете раскрыть описание под видео, и там вы найдете, как это сделать. А я прощаюсь с вами. Мой мой минун ховятуй старат.